МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждые две минуты в России совершается квартирная кража. Современный дом трудно сравнить с крепостью. Замки и двери защищают только от сквозняков. Нам продают иллюзию безопасности. Красивую, хромированную, напичканную электроникой. На практике мы беззащитны перед дворами-домушниками всех мастей. Едва ли не каждую третью квартирную дверь можно вскрыть обычным консервным ножом. Максима Титова ограбили перед самым новым 2010 годом и в канун переезда на новую квартиру. Аккуратно уложив вещи и бытовую технику в коробки, Максим, сам того не подозревая, сделал грабителям подарок. Я предварительно не просто упаковал и собрал вещи, я их сдвинул, все коробки, чемоданы, все собранное поближе к входной двери. Я предварительно заказал машину, поскольку я знал, что когда я вернусь, уже будет полноценный переезд. Максим отсутствовал дома час. Подписывал договор с агентом на новую квартиру. Когда вернулся, обнаружил, что ключ заедает во внешней железной двери, а вторая, внутренняя, просто выломана. Там такая достаточно шоковая ситуация была. Входишь в квартиру, и квартира полностью пустая. То есть все вещи собраны, и тут действительно просто пустое место. Во-первых, ступор, он длился достаточно долго. То есть это не литературное выражение. Я действительно стоял, я не знал, что делать. У Максима украли все. Он остался в той одежде, которая была на нем. Из документов только паспорт. Фактически весь гардероб нужно было обновлять уже с нуля. Это первое, что пришлось сделать в зимнее время. То есть это были десятки коробок с одеждой, с музыкальным центром, телевизором, прочие вот все эти вещи. Они были упакованы. То есть это два человека просто так на себе в котомочке не унесли бы. Они явно приготовили заранее машину. Их было явно не двое, раз они в течение дневного времени смогли достаточно незаметно это все сделать. Первым делом Максим набрал спасительное 0,2. Стражи порядка выезжать на место преступления не спешили. Это и понятно. Вероятность раскрыть преступление почти равна нулю, а вот головной боли не оберешься. К сожалению, самые первые часы после кражи, в которые еще и собака след взять может, и соседи что-то или кого-то вспомнить, чаще всего проходят впустую. Ограбленный ждет, милиция не едет. Чтобы не быть голословными, мы провели эксперимент. В доме на тихой улочке небольшого провинциального городка, каких тысячи, мы ограбили самих себя. Разбросали вещи, вывернули содержимое шкафов и попытались вызвать милицию. Здравствуйте. Извините, у меня квартиру ограбили. Приезжайте скорее. Местный адрес, знаете? Как выглядел преступник? Как выглядел, не видел. У меня вещи пропали. Приезжайте скорее. Уверен? После этого вопроса нам минут пять пришлось уверять дежурного, что это проделали точно нежелающие подшутить друзья и неразгневанные или обиженные родственники, с которыми нам предлагали разобраться самостоятельно, без вмешательства внутренних, но очень занятых органов. Через несколько минут дежурный все же записал наш адрес и телефон и велел ждать звонка. Он раздался спустя полтора часа. Что у вас там случилось? У меня квартиру ограбили. Когда обнаружили? Я пришел с работы и вскрыта дверь, значит, выломан замок. В квартире все вещи перевернуты, все раскидано, пропали, значит... Что-то пропало ценного? Пропало, конечно. Скоро, по меркам милиции и нашим меркам, как оказалось, понятия разные. Стражи порядка прибыли через два с половиной часа. А от момента нашего первого звонка дежурному прошло уже, ни много ни мало, четыре часа. Встречу мы снимали на скрытую камеру. Кто последний раз был у вас чужой, посторонний? Не имею в виду, кроме родственников. Ну, кого чужой, посторонний? Да все свои уроди были. Ну, это... Жарко, как у вас тут. Это для вас своих. Для нас пока все будут подозреваемыми являться. Осмотр места происшествия занял у старшего лейтенанта и его напарника ровно пять минут. После чего нас попросили все же дойти до местного отделения милиции и уже там написать заявление об ограблении. Правда, насчет того, что это даст хоть какие-то результаты, особо не обнадеживали. Как вы думаете, есть шанс вообще их найти? Маловероятно. Они наверняка сегодня уже все продадут. Шансов почти нет. А взять мы можем только в поличном, с какими-то вашими вещами. В общем, приходите в отделение, пишите заявление. Скажут, что участковый приезжал, все это оформил в протокол. В отделение, куда мы направились сразу после ухода представителей правопорядка, нас встретили не очень радушно. Слушайте, меня ограбили. То есть не квартира. Знакомая история. Вам заявление надо написать? Ну, а что нужно делать? Писать заявлений? Я же не знаю. То есть, наверное, вашей рукой. Бланков у нас нет. Садитесь, буду вам диктовать. В случае с ограблением Максима Титова все было примерно так же. Стражи порядка осмотрели квартиру, ничего интересного не обнаружили, да особенно и не старались. К показаниям потерпевшего отнеслись прохладно. Единственный человек, который был в курсе о том, что я буду переезжать, именно в этот момент меня не будет дома, это агент по недвижимости, которая оформляла мне новую квартиру. Но было это явно по ее наводке. Агента по недвижимости допросили, но доказать ее вину так и не сумели. Несколько месяцев милиционеры искали грабителей. Или делали вид, что искали. Последний раз Максима вызвали в отделение полгода назад. И с прискорбием сообщили, что никого найти не удалось. В итоге ничего не получилось сделать. То есть никого не нашли. И единственная зацепка, именно агент по недвижимости, она оказалась как бы в итоге немного не при делах. Не знаю, насколько там все это верно, неверно. Наверняка следствию очень бы помогли показания соседей. Но как это у нас обычно бывает, никто ничего не слышал, никто ничего не видел. В 90% случаев из 100 рядом живущие предпочитают не вмешиваться. Герой Владимира Этуша, профессора Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» ограбил вор-домушник. Ситуация повторилась и в жизни. Алло? Милиция? Милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак. Элитная дверь не спасла от домушников. Воры вскрыли замок при помощи дрели и проникли в квартиру. Никаких следов оперативники не нашли. Грабители работали в перчатках и не оставили отпечатков пальцев. Тогда актер выступил по телевидению с обращением к грабителям. Дорогие, уважаемые журналисты, если возможно, я понимаю, что вы трудились. Если возможно, верните ту часть, которая для вас оказалась лишней. Два портрета, которые вы забрали, оставьте у себя. Это верните. Месяц спустя возле дверей своей квартиры актер нашел записку следующего содержания. «Уважаемый Этуш, мы извиняемся, что обидели, но в этом была нужда. Очень нужны были деньги. Остальное тоже вернем». Там же лежала сумка с похищенными драгоценностями. Воров поймали через два года после кражи. Только тогда выяснилось, что вернуть драгоценности их вынудила мама одного из членов банды, большая поклонница Владимира Этуша. Сотрудниками Московского уголовного розыска были установлены личности, причастны к совершению данной кражи. И лица, которые совершили эту кражу, были задержаны. Несмотря на то, что часть похищенного они вернули. Буквально через несколько дней после совершения кражи. Теперь в квартире Владимира Этуша стоит сигнализация. Если воры еще раз попробуют украсть нажитое непосильным трудом, через пять минут в квартире будет вневедомственная охрана. Взять квартиру для преступников – дело почетное. Квартирными кражами не внушается и элита криминального мира – воры в законе. Другая категория квартирных воров – бомжи и наркоманы. На ограбление они выходят как на работу. Выбирают первую попавшуюся дверь. Доход хозяина их не интересует. В каждой квартире есть телевизор, телефон, бытовая техника и сбережения на черный день. Этого хватит на дозу. На самой нижней ступени стоят люди, которые заходят в квартиры просто в ламовые двери. Иногда с помощью физической силы, иногда при помощи элементарных инструментов. На следующей ступеньке стоят люди, которые обладают определенными слесарными навыками и уже могут скрывать достаточно сложные замки. И самая квалифицированная категория – это люди, которые изготавливают специальные отмычки и умеют открывать замки. Эти люди обычно приобретают все новинки, которые продаются на рынке, имеют хождение в городе замков, изучают их и придумывают способы их открывать. Из общего числа воров профессионалов всего 20%. Они работают группами и зачастую под заказ. Остальные – это дилетанты, которые кормятся кражей по случаю. Но и дилетанты сначала присматриваются к квартире. И если почтовый ящик на двери полон корреспонденции, шанс ограбления вырастает в разы. Алексей – бывший квартирный вор. Год назад он вышел из тюрьмы. После зоны кардинально сменил профессию, стал автослесарем. Однако свое прежнее мастерство не забыл. И с радостью согласился поделиться с нами некоторыми секретами. Вот камеры, непосредственно от нее, конечно, нужно голову отвернуть, можно как бы одеть бейсболку, то есть там чуть ниже козырек не будет заметно. Ну, они, конечно, все, как правило, пишут, все работают. Вот, мы проходим дальше. Вот здесь в подъезде стоит камера во всех домах в Москве, спрят внутри камеры, вот, например. Она заклеена тут с момента, как ее поставили. Вот она, вот, на стеление. Вот, ну, они, как правило, в Москве нигде не работают. В основном работают на выходе, эти камеры нигде не работают. То есть, если, конечно, кто-то сам только поставил, и все. Алексею 31. Из них полжизни в тюрьме. В общей сложности сидел 6 раз. За квартирный грабеж дважды. Утверждает, что разработать сценарий ограбления может за 4 дня. Ну, то есть, как бы просто так никто ничего не делает, и просто так вас никогда не ограбят, никто не залезет к вам, ничего. Все это действительно отрабатывается там. То есть, узнается круг знакомых, отрабатывается все вплоть до соседей. То есть, и в какое время вы приходите, и какой ваш маршрут. То есть, и люди выставляются, то есть, непосредственно так, что кто выставляет, они, то есть, знают уже, что где вы, и в это время находитесь, и чем вы занимаетесь. Деньги и драгоценности – это основное, что домушники уносят из квартиры. Как ни странно, большинство людей прячут деньги в обычных местах. И воры эти места прекрасно знают. Лучше всего разделить деньги на несколько частей, советует Алексей, и положить их в разные места. Даже если вор проникнет в вашу квартиру, он найдет часть денег и на этом успокоится. Основные ценности, например, на время отпуска лучше отнести в банковскую ячейку. Сейф должен стоять в квартире пустой. Вор потратит время на вскрытие замка, но ничего не найдет. Это отнимет время и рассеет внимание. В основном у нас как люди, под коврами, в белье, за иконами и так далее, в сервантах. Все равно там, куда ни крути, как ни крути, везде найдешь. То есть, если уже вы зашли туда, то есть... Вот замок, ну, он российского производства, непосредственно открывается элементарно. То есть сюда вбивается проворот, и как бы с сильным усилием, там, прилагая усилие, проворачивается, и дверь легко открывается. Сейчас замки отечественного производства мало кто ставит. В основном иностранные. Для таких изготавливают по слепку дубликат ключей. Техника отработана. Приглашают там другу-подругу, там, через пятых-десятых друзей, там, куда-то в сауну, в ресторан отдыхать. Делают слепки, заливают эпоксидной смолой, и как бы уже делают ключ. Ну, это все дело там трех-двух минут, и как бы потом уже человек, пока вы там отдыхаете, уже вашу квартиру какого грабит. Ключи делаются такие же, как родные. Подойдет любой пластичный материал. Хлебный мякиш, пластилин. Главное, чтобы остался отпечаток. Вот это обычный хлеб. И как бы прикладывается ключ с этой стороны вот так, с этой вот так. Ну, это, естественно, хлеб, я его понял так. А так, обычно, на пластилине сразу остается отпечаток. Все, и снимается, вот, заливается все это эпоксидной смолой, и как бы делается хлеб. Ну, конечно, с хлебом это не делают, обычно там с пластилином, но можно сделать с чем угодно абсолютно. Решетки на окнах тоже не проблема для воров-асов. Их можно спилить или выдернуть из оконного проема. Вот непосредственно решетка. То есть сюда вот ставится донкрат. Вот, в это место образно. То есть я бы поставил сюда. И, то есть, она сама выходит оттуда. То есть донкрат, естественно, поднимаешь, и решетка отходит. Вот ее можно здесь по-разному, конечно, поставить. Ну, а второй тип, это можно гидравлическими ножницами, например, сделать. Тоже элементарно. Ну, так же можно и донкратом, и так же гидравлическими ножницами. То есть это такое попроще. Как утверждают в милиции, самое надежное средство от воров поставить квартиру на сигнализацию. Был случай, когда грабители ретировались из квартиры, едва увидев охранное оборудование. Хотя система уже несколько месяцев была отключена за неуплату. Здесь находится наша новая центральная станция мониторинга. Здесь сидят операторы, которые реагируют на тревоги. Это частное охранное предприятие. Его сотрудники защищают собственность от нежелательных визитеров и обещают, что готовы принчаться на помощь в самый короткий срок. Реагирует составляет 12 минут. То есть за 12 минут нам экипаж прибудет на объект и произведет задержание злоумышленников, которые проникли на охраняемый комплекс. Однако эта система, возможно, поможет вам избежать ограбления. А вот задержать преступника, если он не просто грабитель-самоучка из наркоманов, а профессионал не поможет. К сожалению, на месте не так часто, как хотелось бы, удается задерживать преступников. В основном это плоды достаточно долгой, кропотливой работы. Когда удается задержать злоумышленников, не всегда, к сожалению, удается вернуть все похищенное. Отсутствие света в окнах, полный почтовый ящик и показания электросчетчика по этим признакам воры определяют, что хозяев нет дома. Для верности они натягивают на ручку двери нитки или вставляют спичку. Если через день нитки и спичка остались целыми, значит, в квартиру никто не заходил. Известны случаи, когда хозяева квартиры домов пытаются сами наказать воров. Например, оставляют на столе или в холодильнике водку и продукты, напичканные снотворными. Метод, возможно, эффективный, но опасный для самого хозяина. Почему-то это расценивается как предумышленное убийство или нанесение тяжких телесных повреждений. Если потом докажут, что это было сделано для причинения вреда здоровью и жизни других людей, то это может повлечь уголовную ответственность. Если это не будет доказано, то будет как случай, в общем-то, случайное использование. В этом случае может и не наступить уголовная ответственность. Но, безусловно, будут учитываться последствия. Если причина смерти другому человеку, это будет серьезно, потому что никакое имущество не соизмеримо по своей ценности жизнью человека. Это нужно, конечно, учитывать. Но нельзя, говорит наше правосудие, какие-то ковры и магнитофоны ставить выше человеческого здоровья. Но некоторые этому не внемлют и ведут настоящую охоту на воров с капканами. Их можно купить в любом охотничьем магазине. Ассортимент разнообразен. Вот это номер 3. Он используется для ловли вобров. Однопружинный. Вот капкан. Следующий номер у нас 4. Он также бывает двух видов. Вот такая моделька. Эти капканы используются для более крупного зверя, такие как леса. И вот этот самый крупный капкан также используется на крупных зверей, таких как волок, рысь. К примеру, почти как в фильме «Берегись автомобиля», капкан ставят в ворохе тряпья. Или устанавливают по периметру дома. Если вор попадется, то покалечится. Кто-то может переломать кости с ноги. И я думаю, что человек останется уже инвалидом на всю жизнь. Какой бы человек, а ну вот этот вот наверняка подойдет. Из такого уже не выберется никто. У него две пружины. Конструкция очень надежная. Ток по забору, капканы и многие другие выдумки левшей, защищающих свой дом, свою крепость, хоть и эффективны, но, соответственно, тоже караются по закону. Поэтому спросом пользуются обычные пугалки. Можно купить химические ловушки. Они менее опасны. Спросом пользуется ловушка-купюра, муляж-банкноты в 100 долларов. Устройство-брызги шампанского, срабатывающее при вскрытии шкафчика или холодильника. Коврик, который тайно пометит вора спецсоставом, по которому собака найдет его по следу в любую погоду. Не менее эффективны, по мнению продавцов, и ловушки со слезоточивым газом. Для приведения их в действие необходимо натянуть на пути предполагаемого вора почти невидимую нить. Вор получает такую порцию газа, что о краже уже не помышляет. Из серии «Дешево и сердито» можно установить сирену «Ревун», которая срабатывает в случае взлома двери дома. Если во время вашего отсутствия злоумышленники пытаются вскрыть квартиру, срабатывает звуковая сигнализация 110 дБ. Допускается болевой порог 120 дБ. Данная сирена 117-118 в этих пределах. Но больше нельзя. 140 дБ – это уровень шума на аэродромах, в аэропортах. Но если вы думаете, что эти маленькие хитрости против домушников сойдут вам с рук, ошибаетесь. У ничего не подозревающих грабителей может возникнуть шок. Известен случай, когда вор скончался прямо в квартире от сердечного приступа, услышав ревун. Хозяину квартиры дали два года условно. Можно привлечь для защиты умную электронику. Эта технология позволяет создать эффект присутствия. Разработчики, похоже, посмотрели фильм про находчивого маленького мальчика и его хитроумные механизмы для защиты от воров. В одном из фильмов он создал видимость вечеринки с музыкой и картонными людьми. В системе «Умный дом» используется похожий принцип. Электроника создает иллюзию, что в доме есть жильцы, и они ведут тривычный образ жизни, слушая музыку, перемещаясь по комнатам. Есть возможность запрекромировать дом по стандартному графику, по графику, тому графику, по которому живут хозяева. То есть включается свет утром, вечером работает телевизор, включен какой-то приглушенный свет в спальне или включена музыка. И злоумышленникам кажется, что в доме кто-то есть. Поэтому, в принципе, это один из способов обезопасить его. Технология «Умный дом» появилась в Америке еще в 70-х годах. Говорят, что родоначальником идеи был Билл Гейтс. Компьютерный магнат так напичкал свой дом электроникой, что прислуга и охрана стали попросту ненужны. Охранная система «Умного дома» позволяет его хозяину осуществлять дистанционный мониторинг своих владений с помощью обычного компьютера. Скрытые от посторонних глаз микрокамеры, расположенные по периметру ограды, фиксируют приближение посторонних и передают информацию на центральный пульт управления. Однако, если приехал хозяин, его автомобиль распознается, ворота открываются и пропускают его. Если вор и проникнет каким-то образом в дом, то самому ему оттуда уже не выбраться. Он окажется в западне. При проникновении там закрывается рульстам, не включается сирена, и отправляются смс-оповещения не только хозяину, но и там, это могут быть какие-то друзья, это могут быть соседи, это могут быть специальные службы, это может быть телефонный дозвон по прямому городскому номеру телефонному на специальную службу со специальным сообщением. Но, на самом деле, чаще всего это всего лишь навсего оповещения. И плюс блокировка окон и дверей, если люди в доме. Впрочем, многим такая дорогая техника не по карману. И мы, как всегда, защищаем свой дом сами, проявляя чудеса находчивости и изобретательности. Но, несмотря на все ухищрения, риск вернуться однажды во вскрытую квартиру есть у каждого. Никакие суперзамки не спасут, пока мы не поймем, что помочь нам можем только мы сами. И те, кто рядом, соседи, знакомые и просто неравнодушные люди.